Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новое агрессивное видео. Один из лучших аналитиков в XRP Community 22 июня опубликовал этот вдохновляющий твит. Он пишет, по моему мнению, нас ожидает рост 10-20x от текущих отметок. Я поставил всю свою жизнь, 5-6 лет усиленного анализа и все состояние на этот момент. Я предупреждал вас об этой ужасной коррекции. Теперь я предупреждаю о прибылях, которые приближаются, которые изменят многие жизни. Вы все заслуживаете того, что вот-вот произойдет. Звучит как вдохновление армии перед решающим боем. Когда меня заносит, я могу тоже выдавать подобные спичи. Знай, такого плана речи я говорю не на холодную голову. Я хочу добавить лишь одно. Он поставил все свое состояние на этот момент. Это большая ошибка. Ты не должен вкладывать больше 10-20% своего состояния во что-либо. Поставив все, ты разрушишь свою жизнь в случае провала. В случае успеха, поставив 10-20%, ты не будешь жалеть, что упустил эту возможность, не вложив вообще ничего. То, что я увидел на странице Кристин Лагард, президента Европейского Центрального Банка, буквально пробежало мелодией по моим нервам. Но эта мелодия лишь подтверждает, переход в новую финансовую модель приближается все быстрее. Кристин Лагард в прошлом управляла Международным валютным фондом и уже не раз говорила о разработке цифрового евро. Она написала, по мере того, как кризис здравоохранения проходит, нам необходимо сместить акцент сохранения экономики на ее трансформацию и преобразование. Для этого мы должны перенаправить инвестиции в сектор цифровых и зеленых технологий. Полтора года фокус всех правительств мира был направлен на то, чтобы спасти экономики, разрушаемые карантинными ограничениями. Теперь же они прямо говорят, единственным спасением является полная трансформация экономики. И ее переход в зеленую и цифровую эру. Европейский Центральный Банк добавляет к этому. Новый европейский план после пандемии требует, чтобы союз рынков зеленого капитала работал с Европейским Союзом нового поколения. Союз рынков зеленого капитала. Это очень важно, ведь мы можем сколько угодно огрызаться, что биткоин майнинг на 70% состоит из возобновляемой энергетики, то есть зеленой энергетики. Но официальная позиция правительства такова, что майнинг биткоинов вредит окружающей среде. Зато я помню, как Кристин Лагард не один раз встречалась с представителями Ripple. Самая громкая такая встреча произошла в 2019 году на конференции Швейцарского национального банка. Просто посмотри на этот стоп-кадр. Это Брэд Гарринхаус, глава Ripple. А это Кристин Лагард, на данный момент президент ЕЦБ, но в тот момент она возглавляла Международный валютный фонд. Также можно найти целую статью, которая указывает на связи между Ripple и МВФ. На тот момент фондом управляла Кристин Лагард. Эта статья достаточно большая, но я покажу тебе только два момента, которые ее подытоживают. Во-первых, здесь написано, скорее всего, МВФ является посредником, который организовывает встречи Ripple с центральными банками. И вот этот абзац. МВФ осознает потенциал технологии, которую создает Ripple, и активно пытается заставить центральные банки принять эту технологию. Международный валютный фонд, скорее всего, понимает, что будущее, которое он видит, может стать реальностью благодаря использованию технологии Ripple. Кристин Лагард дает три причины для обоснования союза рынков зеленого капитала и трансформации экономики в цифровую и зеленую. Первое. Рынки капитала хорошо подходят для финансирования ориентированных на будущее секторов, таких как экология и цифровые технологии. Второе. У Европы уже есть с чего начинать. И третье. У Европы есть потенциал для быстрого прогресса в этом направлении. Также Кристин Лагард уточнила, что пандемия показала, что экономические тренды могут развиваться куда быстрее, чем все думают. Закончила она словами, давайте воспользуемся этой возможностью и покажем, что европейские институты могут сделать то же самое. Все это в отдельности могло бы быть чем-то не столь значительным, но в совокупности с происходящими в одно время событиями, это уже имеет огромный вес для будущего финансовой системы. Ведь Центральный Банк Франции успешно завершил расчеты по ценным бумагам с использованием массовой версии цифровой валюты Центрального Банка. То есть она уже есть. ЦВЦБ, по их словам, открывает окно в мир более рациональной, эффективной и прозрачной системы рынков капитала. На этом фоне я хочу напомнить тебе об этом. Центробанк Франции видит в XRP основу для цифрового евро. Ripple XRP может лечь в основу цифрового евро, а Австралия изучает создание своей цифровой валюты на базе эфириума. Это тоже очень интересно, но, к сожалению, не относится к теме этого видео. Ну, чтобы ты знал, что происходит в Австралии. Итак, Центробанк Франции видит в Ripple XRP основу для цифроевро, и он связан с Международным Валютным Фондом, Европейским Центральным Банком и, соответственно, с Кристин Лагард. А Кристин Лагард, в свою очередь, связана с Ripple. Поэтому есть большая вероятность того, что цифровое евро будет работать именно на технологиях Ripple. Но это предположение стоит рассматривать как сдержанное и осторожное, но не как уверенный прогноз. Однако, если идти дальше, то можно в это поверить еще больше. Неделю назад Gold Telegraph опубликовал громкую новость. Шесть крупнейших банков мира подтвердили новую платформу для международных платежей, запуск которой запланирован на ноябрь 2022 года компанией SWIFT. Это будет глобальная межбанковская система для обмена финансовыми сообщениями. CitiBank, Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, BNI Mellon и Standard Chartered уже сейчас заявили о планах использовать эту платформу. Почему это настолько важно, что достойно нашего внимания? Как много банков из этого списка связаны с Ripple? Как много из них являются вообще партнерами Ripple? Небольшой спойлер. Связаны с Ripple абсолютно все, но партнерами являются лишь некоторые из них. 19 января 2021 года CitiBank расширяет партнерство с WallPay от Ripple. 6 января 2020 года партнер Ripple BNP Paribas запустит торговую систему. Это не важно, важно то, что он партнер Ripple. Ripple также связан с банком BNI Mellon. Их совместный партнер запускает валютную платформу вместе с банком. Deutsche Bank, хотя и не является партнером Ripple, пока что. Но уже выпускает в этом году отчет, в котором делает вывод, что транзакции Ripple энергетически эффективнее, чем у визы и мастер-карда. Возвращаемся к заявлениям Кристин Лагард, которая говорит, что экономику нужно трансформировать в экологически безопасную и цифровую. Тоже есть какой-то намек, не правда ли? И, наконец, Стандарт Чартед Банк. Он и вовсе инвестировал в Ripple еще в 2016-м. И я уверен, с тех пор он делал это не раз. И вот теперь эти 6 банков готовят новую межбанковскую платформу для обмена финансовыми сообщениями. Совершенно новая платежная система. Первые зачатки того, что мы называем новой финансовой системой, уже были объявлены публично. Люди даже не понимают и не знают, что нас ожидает уже совсем скоро. И для большинства это будет большим сюрпризом. 4 года я слежу за этим практически в прямом эфире на этом канале. Я наблюдал за их тестами, за исправлением ошибок и становлением. И сегодня я готов. Готов получить максимум от того, что нас ожидает. Я хочу сказать, что моменты, когда мир кардинально меняется, когда старая финансовая система сменяется новой, когда приходит глобальный катаклизм и новые технологии, это то самое время, когда делаются самые большие деньги. Сегодня я могу сказать точно, самое большое перераспределение богатства в истории человечества уже совсем близко. Правда, у них должны быть дедлайны, когда все это должно быть запущено, но они могут отложить их на месяц-другой. Но цены реагировать, по моему мнению, должны задолго до этого. Когда это случится, будет уже поздно. И никто ждать нас не будет. Но есть и конкуренты у того же XRP на этом поле. Тот же JP Morgan. Они инвестируют в другие компании, использующие аналогичные Ripple технологии. JP Morgan инвестирует в блокчейн-платформу HQLAX. Я даже не видел такой раньше. Интересно то, что эта платформа работает на блокчейне R3 Corda. Мы уже знаем об этом блокчейне. И может рассчитываться с XRP. Может рассчитываться с XRP. Кроме JP Morgan целый ряд крупных банков также почему-то инвестируют в эту платформу. Это Бенни Меллан, это Goldman Sachs, BNP Paribus, Citigroup и, наконец-таки, Deutsche Bank. Опять же, между всеми этими ребятами прослеживаются и корни, растущие из Ripple. И напоследок я хочу показать тебе этот видеоклип от Макса Кайзера. Он сказал кое-что совершенно непонятное лично для меня. Я согласен только лишь с одним его тезисом в этом видеоролике. И до сих пор не понимаю, как можно говорить такое про альткоины. Я тоже являюсь биткоин-максималистом, но не отрицаю, что есть альткоины, которые на долгосрочной перспективе имеют большой потенциал. Они могут стать чем-то большим, чем-то реально меняющим мир. Те же Ethereum, Cardano и XRP, которые упомянул Кайзер. Да, 99% альткоинов умрут, но не все же. Но Макс Кайзер говорит, что биткоин будет единственным. По моему мнению, это полный абсурд. На CoinMarketCap мы видим 10731 криптовалюту. Я думаю, что выживет лишь 50, ну может 100 из них. После того, как криптовалюта будет урегулирована повсеместно. Большинство криптовалют могут погибнуть после этого регулятивного шока, который мы ожидали еще полгода назад, а сейчас он только начинается. После этого шока появится совершенно новый регулируемый крипторынок. Но есть люди, которые очень упертые, как Макс Кайзер. Давай просто послушаем его. Это победный круг. Радуемся. Потому что мы выиграли. Мы выиграли эту гонку. Фиатные деньги просто курят в сторонке. Золото не делает ничего. Все эти альткоины, как они их там называют, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, ETH, Cardano, XRP и другие все они просто на выход. Потому что они все заявляли, что делают вещи, которые биткоин не умеет делать. А в итоге биткоин доказал, что может все и даже лучше, чем эти альткоины. Для этих альткоинов вообще нет способов применения. И я думаю, что немногие из них вообще выживут через 2-3 года. С последним утверждением я даже согласен. Да, немногие альткоины выживут. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новом видео. Зарабатывай. И до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!